Порт Саид Много таких городов в Западной Европе. И, пожалуйста, пусть они нас поддержат в борьбе. И нас, и Украину поддержат. Народ Украины поддержит. Я за то, чтобы мне европейцы, пусть немного, язык свой прикусят. Вдруг они на нас начинают. Вообще это просто непорядочно со стороны высшего руководства. Мы их обеспечим, и вдруг они на нас такое. Украина есть Украина. Это они пусть с ней разберутся. Но нам тоже нельзя от нее отходить. У меня сестра на Украине живет. А теперь я не могу поехать. Судя по новостям в интернете и различным видеоресурсам, можно понять, что жители в Европе настроены против той позиции, которая выражает их правительство. Потому что если обратиться снова к интернет-ресурсам, видно, что люди за позицию России считают, что Запад просто-напросто ведет очень агрессивную и наглую политику. Что можно сказать? Городам, которые сопротивляются, говорят, что их правительство поступает неправильно. Хочу сказать спасибо. А тем, кто еще не определился, стоит задуматься, стоит ли сотрудничать с агрессивной Америкой. Они не объективно смотрят на все эти украинские события. Россия показывает одно. Они присматриваются к этим западным. Я сам с Украины, и поэтому я знаю, какое там настроение, к России и как к Евросоюзу. Все с России, особенно где я живу, это Донбасс. Все к России. И все поддерживают Путина. Руководство Украины допустило, как это могла бандеровская гидра заползти на территорию Украины. Потеряли бдительность они, Янукович в том числе. И теперь украинский народ страдает. Люди гибнут десятками и даже сотнями. Возрождается фашизм, возрождается насилие. Я вот тоже уважаю свое возмущение по этому поводу и присоединяюсь к здравому смыслу народов всего мира, чтобы немедленно прекратить это безобразие на территорию Украины. Под влиянием тех же Соединенных Штатов находится правительство, которые вынуждены по экономическим, политическим соображениям принимать ту идеологию, которую им навязывают. Но народ это не воспринимает. И чем больше у нас будет контактов на низовом уровне, на горизонтальном, между молодежью, между различными организациями общественными, партиями, когда будет обмен мнениями. Ведь на нашем низовом уровне практически никогда не возникает никаких конфликтных ситуаций. Народы между собой договариваются, а войны устраивают правительство. Чем больше мы будем общаться между собой, тем больше население, общество будет давить на свое правительство, чтобы было изменения, чтобы не было такой риторики воинствующей, фашистствующей. Нам просто нужно сейчас активизировать свое взаимоотношение с общественными организациями в тех же городах по Братиму. Вот эти вот все государства, которые входят в коалицию Обамы и ОБСЕ, но почему сейчас они претендуют на то, чтобы Россию обложить какими-то народами? Это все несправедливо. Надо одуматься раньше, прежде чем вспыхнет страшная война. Снова возродился этот гестаповский процесс. Что они делают в Адасе? Что они сделали? Это на их совести смерти вот этих вот людей. А сейчас вот эта вот аллея героев. Люди, которые положили головы свои для того, чтобы весь мир был в мире и дружбе. Политики, они временные. Они приходят на 4-5 лет в разных странах. Другие придут, у них будут другие взгляды, как говорится. А народы, как говорится, должны подталкивать своих политиков в зарубежных странах к тому, чтобы люди не хотят ссориться ни с Россией, ни с Украиной. Ни с кем не хотят. Люди хотят между собой мирно жить. Если не будут говорить даже то, что не нужна кровь, не нужна война, это будет вполне достаточно для того, чтобы и политики поняли, что надо решать все-таки мирным путем переговоров. Гражданская война на Украине, я думаю, не нужна. Те страны, которые сегодня недружески, как можно сказать, относятся к России, я думаю, они глубоко заблуждаются. Потому что это не все люди, те, которые там живут. Я думаю, это те правители, которые сегодня управляют. Ранее к нам дружественные города и страны, которые сегодня немножко заблуждаются. На сегодняшний момент все меры хороши, которые будут сдерживать хунту, которая пришла к власти на Украину незаконным путем. Я думаю, что здесь надо и по линии правительства, и по линии министерства на стране, и по линии общественных организаций принимать необходимые меры, чтобы остановить эту хунту, чтобы не было кровопролития дальше на территории Украины. 23 августа светлое солнечное небо над нашим городом стало темным. Фашистские самолеты бомбили наш родной Сталинград. Причем так, одни улетают самолеты, другие прилетают. Город в один миг превратился в развалины. Потом восстановили. Это был тоже длительный период восстановления. Не наш один город был разрушен. Были разрушены города, уничтожены села, поселки. И то, что было разрушено, фашистская машина. Народ своими сильными руками и боевыми сердцами восстановил. Это только наш советский народ мог сделать. Мы фашизм победили не только на нашей территории, Мы освободили целый ряд государств. Это Польша, это Венгрия, это Румыния, это Чехословакия. И пришли с победой в Берлин. И расписались на Вейхстаге. Мы из Сталинграда. Я преклоняюсь перед людьми, которые победили. И мне как-то всегда неудобно говорить, потому что я потеряла на войне не только своих родных и близких. Я потеряла очень многих своих бывших одноклассников и бывших однокурсников. Но все, кто остался живой, все никогда не забывали, что они во имя жизни и счастья других боролись и победили. Сегодня, когда на территории Украины льется кровь и фашисты, бандеровцы, всякого рода бандиты стараются уничтожить эту прекрасную землю, я прошу всех присоединиться к голосу ветерана войны, участников Сталинградской битвы. Возвысить свой голос над всеми этими недостойными, носить имя человеческое, чтобы остановить эту кровавую войну. Только мы, люди живые, которые прошли через войну и видели эту страшную войну своими глазами, только мы должны сейчас возвысить голос над всеми и добиться прекращения кровопролития. Страны антигитлеровской коалиции Соединённых Штатов Америки, Англии вместе с нами выступили против фашизма. И объединёнными усилиями, конечно, мы победили. Это был крепкий союз вот этих стран, которые принесли свободу и счастье многим народам. Я хочу здесь напомнить слова Франклина Рузвельта, бывшего президента Соединённых Штатов, который сказал, люди, не забудьте, какой ценой досталась победа над фашизмом. Я преклоняюсь перед советским народом и прошу всех преклоняться и не забывать, что это великие народы. И об этом надо помнить. Украина – это наши люди. У меня там сын, кончик службы, остался в Харькове. У меня там внуки, у меня там правлечки. Как так получилось? Мне кажется, что это не без помощи наших бывших союзников по войне. Зная, что в войне с фашизмом мы очень в союзе работали с Америкой, и я скажу больше, в второй половине войны нам очень хорошо побегали американцы. Кроме того, рано или поздно они открыли второй фронт. Это мы всё помним. Это добрые наши дела, общие борьбы с фашизмом. И мне никак не понятно, что когда умерли те великие полководцы, которые участвовали в этом сражении, теперь новое поколение начинает разорвать эти наши крепкие узы. Я обращаюсь, дорогие, нельзя дальше так. Нельзя возрождать при вашей помощи фашизм. Вы упрекаете Россию во всём. Это неправда. Не может у нас плохого быть отношения к украинцам. Это наши братья, я сказал. Половина наших родственников живёт там. Весь мир знает, и украинцы знают, и русские, живущие на Украине, знают, что мы не делаем плохого для них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова